Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Я, оказывается, даже видео снимал об этом человеке. Сейчас сам обнаружил у себя на канале это видео. Звезда сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов. Я снимал в русле того, что он высказывался против операции. Высказывался он и неоднозначно, и однозначно. Все это время транслировал он свое мнение открыто. И сейчас, когда мы с вами узнали позицию режиссера сериала «Преступление и наказание», многие из вас написали об этом. Я не знал, что... Я просто не слежу за телевидением так, что вышел фильм с ним, который показывают сейчас по второму каналу про Столыпина. И он там играет, собственно говоря, кого? Столыпина. Вы понимаете, в чем дело? Да. При этом губернаторы Петербурга медиахолдинг «Абзац» публикуется 20 июля прошлого года. Просили отменить концерт осудившего операцию актера Устюгова. Значит, письмо на имя главы города имеется в распоряжении «Абзац». Напомню, что это было в прошлом году. Он выступал неоднократно в социальных сетях против проведения операции. Значит, друзья, вы знаете, если посмотреть и в интернете прошерстить немножко, да, интересный был момент. Как раз организатором мероприятия «День Победы» актер Устюгов, который выстрел против операции, проведет «День Победы». Ведущим одного из главных праздничных мероприятий в Екатеринбурге в «День Победы» 9 мая этого года, писали до, естественно, 9 мая, станет известный российский актер Устюгов. Актер театра и кино, а также основатель, исполнитель музыкальной группы «Кибастуз» Устюгов проведет галоконцерт «Дорога к победе» в историческом сквере. Люди возмутились тогда. Собственно говоря, как такое может быть? Почему? Потому что, значит, вот что пишет телеграм-канал «Ураллайф» 21 апреля, в частности, этого года. Это нормально? Противники операции поставили вести концерт ко Дню Победы. На странице мероприятия сообщается, что зрители откроют для себя Екатеринбург и его роль в сохранении исторической памяти снова и еще неизвестной стороны. Значит, например, с такой стороны. «Сегодня утром вы начали в Слово, и это наши войска бомбят военные объекты сопредельного государства. Сегодня мне стыдно так, как будто это лично я привел вас к власти», обращается он к нашему президенту. «Стыдно, потому что вы и я граждане одной страны, которая начала в Слово первой. Остановите это безумие». Пишут так, актер Устегов комментирует начало операции. На самом деле, это не он комментирует, потому что он сказал, что это режиссер Солодников, а он лишь сделал репост к себе и заявил, что лучше бы написать он не смог. То есть, как бы это написал и не он, но ответственность не надо нести. Но он полностью солидарен с этим, поэтому запостил себе, лучше бы он не сказал. Друзья, что сказать? Дело все в том, что разместил на своей странице текст, написанный блогером Николаем Солодником, оставил свою ремарку, что он лучше бы не написал. Текст лучше не читать, собственно говоря. Ну, все в русле. Преступный режим там и так далее. Дали по зубам. И он просит остановить это безумие. Он продолжал жить, значит, в России успешно зарабатывать и так далее. Да, друзья. Что сказать? Звезда ментовских войн выступил против. Еще были высказывания разные. Много чего можно. Я думаю, смысл можно пойти. Человек против. Человек против, он, скажем так, полностью пропитан этим всем. Он все это не принимает абсолютно. Но при этом совершенно понятно, притих после того, как ввели статью о дискредитации, понимая, что заработать он сможет только здесь. И сейчас, друзья, насколько удивление у многих вызывает, потому что он появился в фильме «Столыпин», историческая драма, в которой Стюгов исполнил роль Петра Аркадьевича Столыпина. Это вот, собственно говоря, уже в этом году. Вот пять часов назад, например, публикуют на «Россия-1» рекламу, где показывают у Стюгового крупным планом. Ну, естественно, как его не показывают, Столыпина играет. Невыдуманная история обернется захватывающим политическим триллером. «Пятого ноября на канале «Россия» премьера масштабной драмы о великом реформаторе, изменившем ход отечественной истории. Герой сериала «Один из крупнейших политиков XX века», министр внутренних дел, глава правительства Российской империи Петр Столыпин. Фильм создан при поддержке Института развития интернета». Вот такие вот дела. Играет его Устюгов. Вот тут даже есть его цитата. Он не пытался занять важную должность. Его туда назначили. У него есть уникальная способность. За что бы он ни брался, у него получалось все подмечает актер Александр Устюгов. Ну, вот так, друзья. Так что по одному каналу идет преступление и наказание с Голым Янковским. Понятно, почему теперь так коверкают классику. Потому что режиссер полностью против. И по России один, по второму идет Столыпин с Устюговым, который однозначно выступил против. Тоже вот интересные моменты. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Вы знаете, друзья, дело не в том, ведь многие говорят, что ну вот мы открыты, кто-то высказался не так, вот он исправился. А чем он исправился? Что он сделал? Он попросил прощения у бойцов операции? Или он обратился к россиянам, сказал, что я заблуждаюсь? Нет, ничего этого не было. Просто он, видимо, с какими-то моментами, так как и режиссер Мирзоев, может в высоких кабинетах имея покровителей, спокойно снимается дальше. Как это возможно, не знаю, но мне кажется, что этого быть не должно, потому что люди, которые так высказываются, сказать, что ну у всех разная позиция, там вот мы принимаем все, мы такие добрые, хорошие, ну высказался против, ну вот сейчас вот, ну тогда выскажись за, выскажись так, чтобы общество тебя понимало. Почему ты получаешь деньги и общество смотрит, люди смотрят сериал с твоим участием на федеральном телевидении, но, собственно говоря, вот Шепелева потихоньку выдавили все-таки через год спустя. Может и Устюгова выдавят потихоньку, но сейчас вот так. Друзья, еще раз повторюсь, в свете блокировок, замедления Ютуба непонятно будет, наработать или нет. Дальше еще раз приглашаю вас, теперь уже основной свой канал Будда Гришна Новости в Телеграм, ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Не стесняйтесь, жмите подписаться, это на самом деле очень важно, потому что мы с вами не потеряемся в случае чего. Также там новости 24 на 7, многие с моими комментариями, видео о политике, которых здесь нет уже очень давно, мои личные какие-то фото и видео. Надеюсь, вы там оценили мою скромную песню «Мы вместе», которую я вас вчера поздравил с Днем Единства. Это все в Телеграм-канале Будда Гришна Новости. Друзья, так как будущий Телеграм тоже весьма туманно, здесь внизу есть ссылочка на всякий случай на мою страничку в социальной сети ВКонтакте, жмите тоже подписаться. Потихоньку там будут появляться новые видео. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. У нас самое главное, хватает талантливых актеров очень много, которые высказались за, которые поддерживают свою родину, которые понимают, что происходит. Но нет, но нет.